Юзабилити. Кто знает, что такое юзабилити? Это качественный показатель удобства и комфортности сайта. Вот если брать вот юзабилити именно на частных, на коммерческих сайтах, я взял эти скрины с веб-визора у Яндекса. У Яндекса есть такой инструмент, он показывает, где наиболее идет, где больше люди смотрят, сосредоточенность больше на контенте. Да. Это по мышке, по курсору мышки. Но там еще берутся такие факторы, как скроллинг, потом они фриз. У них, например, 5-10 секунд на каком-то блоке. Это все, естественно, робот считывает. Но если… Еще раз. Это Яндекс.Метрика. В Яндекс.Метрике есть инструмент веб-визор. Вы заходите и видите все действия пользователя на вашем сайте, а также там есть еще дополнительные функции. Прямо там же в интерфейсе можно вот как раз посмотреть вот подобную штучку. Я вам могу показать потом со своего компьютера, как это все выглядит. И здесь я изображаю это, говорю это к тому, что вам нужно контент как можно сформулировать на уровне глаз у человека. То есть вот если видите вот на этом слайде, здесь вы укажете, например, основную информацию, какую-то главную. Человек уже сюда даже не обратит внимания, он не посмотрит. А здесь у вас будет такая вступительная часть, и в итоге ваш сайт останется как бы без заказов. Также вот здесь видно, что указана картинка, изображена на нее. Все и под картинкой буквально там 2-3 абзаца тоже задействовано. Дальше что идет, это уже никому не интересно. И пример на Google поиск, вот как работает первое спецразмещение, второе, третье. Ну это вот именно SEO. Ну как вот видите, на уровне глаз срабатывает лучше всего. Поэтому формируйте именно ваш контент, самые главные офферы, главную составляющую вот сверху на уровне глаз. Ну это для вас, для дизайнеров минимализм, стиль. Вот обратите, это всем известный Firefox, легкость и простота использования. Когда заходит человек на сайт, он должен быть не перегружен. Он, ну как уже Ирина рассказывала, бывали такие случаи, когда там вот какой-то просто трэш на сайте, но он конвертит. Ну вот я рассматриваю более адекватные случаи. Вот например, это Firefox, то есть понимаете, если вот мы сделаем по веб-визору, посмотрим, понятно будет, где у него самая большая сосредоточенность. И они этого и хотят, у них эта задача, чтобы человек скачал их браузер. То есть ничего лишнего, все, вот только есть кнопка на скачивание. Тоже поэтому возьмите вооружение. Это плохой пример, небо и земля, как говорится. Вот такое делать не нужно. Это пример Google AdWords. Тоже достаточно они специфично подошли к своему продукту, но видите, знаете, наверное, Google AdWords, да, это сервис для размещения контекстной поисковой рекламы. Значит, очень все просто, понятно, все, что хочет клиент. Ну и плюс мы офер дарим полторы тысячи рублей. Все понятно, все просто, юзабилити на высоком уровне. Любые картинки высокого качества, это тоже очень важно. Не такие картинки, это я просто указал. То есть в высоком качестве это важно. Ну, мы в такое время живем, что у нас нету такого, чтобы не скачать хорошую картинку, мы можем и в 4К скачать без проблем, и в 8К, это уже позволяет. Главное, чтобы сайт вывез. Ну и все, то есть загружайте, и чтобы клиент даже вот и в большом, когда он захочет увеличить, она была в хорошем качестве. И в фотошопе хорошо, то есть там без всяких таких вот, как знаете, плохие дизайнеры делают. Ваш офер, ваше УТП должно повторяться несколько раз, чтобы человек понимал, ну, он, чтобы, знаете, чтобы у него не распылялось это, чтобы он зашел, посмотрел, что вы там делаете на дизайн-проект там за 7 дней условные, там за столько-то, а потом вы уже начинаете, что такое дизайн-проект, там, как вот мы это вот делаем, вот у него уже это забывается. То есть вы должны дублировать это. Ну, пример самый простой, наверное, это бизнес-молодость. Заходили, у них вот какой-то они рекламируют там тренинг, у них вот. Через 7 дней цены поднимутся, осталось там 24 часа. Опускаешься на 2 блока, там 2 блока каких-то смежных, потом раз, опять. И опять свои предложения. И вот они через каждый блок это все рекламируют. Не упускают такую возможность. Ну, вот тем не менее, их сайт конверсит, это я гарантирую. Далее, отсутствуют внешние ссылки, ну, либо дорвые на вашем сайте. То есть, если вы что-то процитировали, например, на вашем сайте, написали, что это вот взято из книжки такой-то, такой-то, и дали там ссылку на библиотеку, человек зачитался цитатой, думает, вау, дай-ка я посмотрю, что это вообще за книжка. И уходит с вашего сайта, и вообще забывает про него. Поэтому только внутренние ссылки у вас должны быть на сайте, если у вас многостраничный сайт, только внутренние. Лучше возьмите эту книжку и перенесите ее на ваш сайт, чтобы он лучше внутри вашего сайта это все прочитал. Далее, элементы разбиты на группы. Ну, тут, я думаю, объяснять много не надо, если вы уже видели, полно примеров, полно лендингов. То есть, раньше это было все вот так вот скомканно и непонятно, еще там как из ворда там на точечки разделили там по секциям. Вот на данный момент так работает намного лучше, так понятнее. Опять же, юзабилити повышается. Дальше, 4-5 строчек пробел. Это тоже, я думаю, объяснять много не стоит. Это, кстати, есть такие даже уже конструкторы, которые сами в автоматическом режиме делают, эти строчки разделяют. Дальше идем. Контрастный текст. Здесь, как вы видите, вот на втором, ну, это нечитабельный. То есть, люди, у которых там 40+, им уже будет тяжело просто прочитать ваши сайты, что-то на нем понять. Поэтому делайте под... Ну, естественно, тут зависит от бэкграунда, который... Какой фон у вас. Ну, делайте так, чтобы текст был четко виден. И заголовки, и сам мелкий текст, и вот такие там не нужно делать, например, вот белым цветом на белом фоне. То есть, это тоже берите во внимание. Кнопка призыва к действию. Ну, тот же дедлайн, например. Тоже размещайте как можно чаще. Но, опять же, нужно соблюдать грани адекватности. Не так, чтобы у вас там эта кнопка мельтешила через каждое предложение. То есть, нужно тоже какую-то грань иметь, но, тем не менее, чтобы она у вас всегда присутствовала. Ну, в вашем... В вашем... Ну, я, знаете, как скажу. Вы можете, например, делать кнопку там «Оставить заявку» через два блока, например, скачать варианты, какие-то там примеры, чек-лист. Потом опять, например, связаться с менеджером. То есть, как-то фантазируйте, делайте разные кнопки, чтобы на ней тоже такая банальность не была. Ну, тогда будет вам счастье.